Взрослые и молодые угадывают цены вещей. Я теперь такое на миллиону, так и... Господи. Это твоя рука, а это... Моя рука. Кто его знает, я умру, и моя рука станет другом. Ах, хват. Ах, хват. Он входит в никуда, в бездну. Это космос, это нечто, в чем есть живое внутри. Вот эта вот кровь, это его сердце. И он покидает наш мир через космос, входит в забвение. Супер. Но вообще тут нарисована полная параша. 40. 30 тысяч где-то так. 5 долларов. 150. 1050, 1100. За 3 миллиона. Картина собака. Джон Миро, 2 миллиона 200 тысяч долларов. Картина. А это что? Массажер какой? Два массажера что ли? Это что у нас такое? Это нитка для чистки зубов? О, эти. Подожди, а сколько они стоили? 199? А, знаешь, что может быть? Курилка. А может и курил, может это действительно курил. Послушай, туда закладывается трубак. Ни у кого нет пока еще таких денег на них. Почему? Они дорого стоят. У меня половина клиентов в атлетике ходит. 200 евро. Ну, 150 может. Лампочки там какие-то. А, лампочки. Наушники вот эти точно. Наконец-то. Не менее 30 евро. Ну, 90 евро. Я не знаю сколько это. Типа 40 долларов. Нет, каких 180, я думаю. Полторы штуки. Ну, три. Беспроводы наушники от Apple. 159 долларов. Еее. Это близко, зато напарник тащит, давай. Ууу, стиль. Это для того, чтобы у тебя здесь не пережимало пальцы, пока ты несешь 4 килограмма. Ой, да, она вообще пару центов там стоит. Я знаю, 35 центов. Ну, такое, что 5 долларов. 12 евро. Держатель пакетов 25 центов. У нас в каталоге 4,95. Это что за хрень такая? Войны, связные, лего. Это же тоже дорого, наверное, стоит. Ой, не знаю, сколько лего, мать. Сколько, может, 35? 60-70 точно. Это будет стоить. Ну, где-то 80-90 евро. И лего стоит дохренище дорого. Ну, что это такое? 80 евро, там, стольник. Да ладно, давай 200. 300-400 евриков точно. 150, да. 70 долларов. Я думаю, где-то 110 евро, где-то 115. Я думаю, это будет дороже. 170. Самый дорогой конструктор лего. 850 евро. Б**ть. Ой, какая прелесть. Как жучок. Как жучок. Вот люблю маленькие машинки. Красота. Красота. Ценник у нас такой себе. Ой, это же какой-то блогер, короче, покупал. Это я в интернете в рекомендации видел. Там такое бога говно. Это, короче. Я бы никогда в жизни туда не сидела, ни за какие деньги. Ну, 1050-40. И 4 двери. Ой, прелесть. Ну, давайте сколько стоит, ты же знаешь. Сколько стоит, кстати. Этька, б**ть, макс. Даже 8 тысяч. Даже 2 тысячи я дам этой машине. Так, максимум этого и 3, наверное. 15 тысяч. Ты что, где-то за 15 тысяч машину купишь? Тысяч 50. Да перестань. Вроде бы там было где-то 170 тысяч рублей. Пусть будет 8 тысяч. Короче, 150 тысяч рублей. Ну, давай там 3 штуки. Я не знаю, 50 тысяч. Самая дешевая машина в мире. Бажаж. Наверное, она так произносится. Рэ, 60, 700 долларов. 700 долларов за новую машину. А я 50 тысяч. Я хочу ее. Она красивая? Фильм обожар. Мы покатаемся на этой машине? Нет, я хочу, чтобы она была моей. Я очень, мне она очень нравится. Ну и что, кто ты такая? Мы снимем обзор с этой машиной. Мы снимем обзор, и она будет популярна. Кассио обычно дорогие. Я сейчас буду нереально денег говорить. 10к. Ну ладно, давай просто косаричек. Ну это простые часы. У меня дома таких 100. Это часы. Я даю 10 евро. Ну, 45. 25 евро. 25 евро? Да. Я 150. 200-300 евро. Да пятак не стоит. Не качается. Да, блядь, максимум 15 долларов. Часы Кассио. 25 евро. А, поздравляю. Молодчина. Лада. Это хорошая машина, вот если бы у меня дача была бы. Что ты все хочешь, индийскую машину хочешь? Лада. 7 штук. Где-то, наверное, тысяч 5-6 евро. Посмотри на нее. Амортизаторы-то какие, прекрасно просто. Да, выглядит хуже, чем та машина. Понимаешь? Она выглядит хуже? Ну, у нее единственное, что покрышки очень маленькие. Да, и написано «Лада». Ну, вот туда, наверное, поднимаешься или хорошо садишься. И комфортно она, естественно, тебя не трясет. Так, сколько стоит говорить? О, это классика жанра «Лада», «Нива». 4 из 4, полный привод. Это, короче, must-be машина в каждой азербайджанской крутой семье. Она недорогая. Для российских дорог, для наших дорог, для сельской местности ничего лучше быть не может. А 2017-го? Конечно, их выпускают. Вот это вот чудище такое. В смысле? Это хорошая машина? 4 штуки. Я, типа, не покупаю машины. Что, мне? Пальцем в небо. Ну, что, я штуку? Этот, ну, как вам зовут? Застрянет. Застрянет. Да, она... Посмотри, как она высоко. Просто цену для машин. Ну, 12 тысяч. Да, где-то, давай 18 тысяч долларов. Ну, сумма, ну, 15 тысяч евро. 40 тысяч. Слушай, я думаю, где-то... 14 тысяч евро. Где-то 12 тысяч. «Лада Нива» 2017-го года 7500 евро. Так, где уж его? Типа, прям с автосалона, да? Это автоматический Вантус. Так, как... Что это такое? С подогревом. Ну, руки, видишь? Это для раковины. Вантус, Вантус. Да, да, да. У него есть ручка. Может, это увеличитель груди? По одной. Это... Два доллара, короче, в этом районе. Два доллара. Пять долларов у нас в телефоне. Я думаю, сотка он какой-то слишком крутой. Ну, сколько он стоит? 3,50, да. 3,50 будет. Ну, ванну десятка, но не больше. 10 евро, ты думаешь? Доллар. 50 центов. Вантус. 1 евро, 20 центов. Картошка. Картошечка. Ну, да, 45-50 центов. Ну, пускай 70 центов за килограмм. Пошли картоху. Что, серьезно? Да. Давай 7 евро. Килограм? 5 евро. Ну, тогда, если это такой эксклюзив, я скажу 20 евро. 50, наверное, копеек. Подожди, подожди, подожди. За килограмм. Я скажу другую тебе, она дорогая должна быть. Стопудово она должна быть дорогая. 10 долларов. Да, полкини где-то. 50 евро? Я не знаю, ну, пусть будет 2,50. Картофель сорта Ла Бонотте из Франции. 500 евро за килограмм. Ну, надо во Францию поехать и попробовать. А, это, может быть, весы какие-то, нет? Похоже на спиннер, да? Нет, это... Нет, это монеты туда засовываешь. А куда? Бэтмен спиннер. А он из золота, по-любому, какие-то большие нормальные. Косарь, короче. 4 тысячи, люблю число 4. Нервы успокаивать, крутиться. Ну, 1 евро стоит. Это больше сейчас зачем мне нервы успокаивать? Я какой-нибудь спиннер с встроенными грилзами и с какими-нибудь автографом. 3 евро. 7. Евро 10-15. О, это от Тимати. Я не хочу, что это миллион стоит, но около того. 3 евро, максимум. Ну, что, 5 евро. Если он золота. Брюлики, братан, видишь? Так что, это серьезно, это вообще серьезный аппарат. 2,5 тысячи, 3 тысячи. Спиннер 50 центов. Ха-ха-ха, на е** года. Табуретка. Табуреточка. 5 евро. Я даю 4. Подставка для ног, но это... А, я ставлю 5 долларов. Давай, я, короче, 5 тысяч. О, у меня дома подставка для ног есть, она стоила 24 евро. Ну, 35 евро. Блин, не больше десятки. 150. Ну, 15-20. Это 12 стоит. Подставка для ног, Аделайда, 588 евро. Китайская, 3 еврика. Полотенце. У меня такое было, чувак, я тебя базариваю. На 5 полотенца. Очень много. Сколько стоит 2 полотенца? Я ей украла. Все. Ну, если полотенце, значит 1,20. 3,80. Блин, да, оно какой-нибудь фирмы Абла-бла. 20 евро. 40. Какое-нибудь кинзо. 200 евро. Качество, материал, вижу отсюда, охуенно. 500? Давай, короче, соточкой. Какое-то брендовое полотенце, да? То, что пусть 700 будет. Полотенце от бренда Hermes. 530 долларов. Джинсы. Это не джинсы. Посмотри, какие короткие. Ну, это на маленького роста. Для Джарахова. Он маленького роста. Это бренда Levi's, короче. Это детские штанишки? Да нет. 700. 3. 150. Все. 150, 200. Ну, максимум 30, 40. 300 пусть будет. 20 евро заплатила бы. Аныч. Versace. Да, Versace? 1200. 1200, да. Розовые штаны. 10 евро. Футболка, водолазка, как они? Водолазка, водолазка. 5 евро за килограмм. 5 долларов. 13. Свитер. 10 евро. 17 евро. Ну, 35. Ну, 20. 20, сколько где-то? 120. 300. Не, не, это 200 евро. Шерстяной свитер от Виктории Бекхам. 900 евро. А теперь вопросы. Почему люди покупают дорогие товары, когда есть дешевые аналоги? Отрицательно относимся ко всему этому. Совершенно. Обчинка. Выделки не стоят. Выделки не стоят. Этим все сказано. Ну, у тебя, во-первых, должны быть деньги, да? И ты, наверное, хочешь покупать все дорогое, чтобы она, типа, была качественная. Это нужно для багема. Для узкого круга лица. А народу нужно что? А народу нужно вот, держатель для кульков. Я всю еду покупаю по скидкам. Я никогда за нее не переплачиваю. И шмотки я тоже покупаю по скидкам. А люди покупают это, потому что им хочется чувствовать себя важным, значимым. Я предполагаю, если у меня будет возможность когда-нибудь в этой жизни, у меня будет висеть какая-нибудь дорогая картина, если она мне западет. Будь у меня возможность, допустим, я бы попробовал картошечку эту бешеную. Ну, очень красиво выглядит. Покупали ли вы что-то дорогое, что потом оказывалось ненужным? Купила в этом году блузку. 90 евро заплатила. С ума сошла, с ума сошла. Вообще перевернулась в голове, что тряпка, тряпка. Это тряпка, да. Какое-то время назад я увлекалась именно очень брендовой одеждой. Я скупала бренды дорогие. Мне, наоборот, нужно было пойти в магазин и купить не по скидке, а так, чтобы это было дорого, потому что я могу себе это позволить. Не безумно дорого стоило. Ну, где-то около 10 евро специально такая вот кусочек материала, который якобы специально, ну, когда открываешь банки, знаешь, да, чтобы не, да, да, чтобы не сказать. 8 евро я отдал. Оказалось, вообще, наверное, ненужное нахер. Взял натурально. Взял коленком или как-то. Подписывайтесь на канал, дай 5 топ, рэп-тачка, мы скоро будем. Эрик Нейтрон, подписывайтесь на него тоже. Да, и давай. Ай-эй! Девочка! Субтитры сделал DimaTorzok